Рассмотрим подробнее, как устроен сверхпроводящий кабель типа нуклатрон. Внутри находится металлическая трубка, по которой циркулирует двухфазный гель. Ее диаметр составляет несколько миллиметров. На трубку навито один-два десятка сверхпроводящих проводов, которые сами по себе являются уникальным изделием. Они представляют медную матрицу, в которой находится несколько тысяч нитей из необи титанового сплава толщиной 6-8 микрон. Мы не можем производить такой провод в OEI, но эта технология доступна в России. Мы получаем сверхпроводящий провод от завода-изготовителя. Сверхпроводники, сверхпроводящие провода плотно прижимаются к металлической трубке бандажной проволокой. Сверху для изоляции внахлёст наматывается полиамидная лента толщиной 40 микрон. Вся эта сборка снаружи обматывается стеклолентой, пропитанной эпоксидным компаундом. Изготовление сверхпроводящего кабеля происходит за один раз на специальной намоточной машине, когда за один проход на трубку наносится и наматываются все компоненты сверхпроводящего кабеля. В итоге так называемый сырой кабель наматывается на бобину, и он готов для производства сверхпроводящей обмотки. Для одного, например, дипольного магнита бустера НИКО необходимо примерно 70 метров сверхпроводящего кабеля. Далее этот кабель поступает на участок изготовления обмотки. Рабочий ток магнита типа нуклеотрон порядка 10 тысяч ампер. Число витков в катушке 10. Таким образом, сила магнита примерно 100 тысяч ампер витков. Характерный размер апертуры 100 миллиметров. Величина поля до двух тесла. Чтобы создать поле требуемой формы, в такой апертуре необходимо располагать витки с большой точностью в пространстве. Точность позиционирования сверхпроводящих витков составляет несколько десятков микрон. Чтобы каждый виток в обмотке был расположен именно на своем месте, при производстве сверхпроводящей обмотки используются специальные ложементы, в которых есть канавки для каждого витка. Во время изготовления обмотки сверхпроводящий кабель на специальном поворотном столе вручную укладывается в эти канавки. обмотка обматывается стеклолентой и вся эта сборка готова для запекания в печке. Этот процесс необходим для того, чтобы эпоксидный компаут, которым пропитана стеклолента, получил окончательную полимеризацию. В течение нескольких десятков часов это происходит со сверхпроводящей обмоткой при специальном температурном режиме. В это время температура обмотки варьируется и максимально доходит до 200 градусов. После запекания обмотка готова для первого испытания. Проверяются ее электрические параметры, а именно измеряется индуктивность и проверяется отсутствие межвиткового замыкания. Также мы осуществляем контроль геометрических размеров, потому что обмотка должна однозначно и плотно собираться с железным ермом. После того, как эти проверки сделаны, обмотка поступает на сборочный участок, она готова для сборки с ермом магнита. Железное ермо магнита типа нуклатрон предназначено для формирования профиля магнитного поля, а также для замыкания обратного потока вектора магнитной индукции. Продольная длина магнита может доходить до 2000 мм. Рабочая апертура 100 мм, скорость подъема поля 1 тесла в секунду. При таких габаритных размерах в магните, если он сделан из цельного куска металла, могут возникать сильные вихревые токи, которые влияют на форму поля. Чтобы избежать этого, магнит типа нуклатрон сделан из пластин электротехнической стали. С каждой стороны пластины обработаны специальным лаком и имеют изоляцию. Сборка сверхпроводящей обмотки из железного ерма происходит на механическом участке. Продольный размер этого магнита больше двух метров. Скорость изменения магнитного поля тесла в секунду. При этом в теле магнита могут возникать значительные вихревые токи. Для избежания этого гермо магнита выполнено из набора пластин толщиной менее 1 мм обычной электротрансформаторной стали. Пластины вырезаются при помощи лазера или специального штампа на заводе из прокатных листов. С них удаляются облой или заусенцы. Затем под давлением они собираются в единую сборку и закрепляются в одно целое путем создания швов сварочных и скрепления боковыми пластинами из нержавеющей стали. После этого такая сборка поступает на станок с числовым программным управлением. Сначала обрабатываются базовые поверхности, а потом идет конечная обработка рабочей апертуры магнита. При этом требование к точности изготовления два десятка микрон. Мы получаем гермо магнита от завода-изготовителя и на этом участке проверяем ключевые параметры его геометрии.